Всем привет! Это Кира Ярмыш. Сегодня прошло восьмое заседание по делу Навального. И, наконец-то, сегодня свою позицию начала представлять сторона защиты. В начале заседания адвокат Алексея Ольга Михайлова попросила допросить пять свидетелей. Все они явились. Прокурор попыталась сказать, что необходимость этих допросов нужно мотивировать, но судья ее проигнорировала. Все-таки приговоры сразу на месте они пока стесняются выносить. Первой свидетельницей была журналистка Евгения Альбац. Она сказала, что каждый месяц жертвовала на разные проекты Навального 10 тысяч рублей и считает, что это была ее лучшая инвестиция в жизни. Затем выступал представитель ликвидированного мемориала Сергей Давидис. Он тоже сказал, что неоднократно жертвовал деньги на разные проекты Навального, в том числе и на президентскую кампанию. Обманутым он себя не чувствует. По его словам, то, что Навального могут не допустить до выборов, было известно с самого начала, так что нельзя сказать, будто он ввел кого-то в заблуждение, скрыв это. То же самое подтвердила и Бажена Рынска, третий свидетель защиты. По ее словам, все знают, что Навального могут не допустить до выборов, но все равно жертвовали деньги добровольно, в том числе и она сама. Она также сказала, что ФБК защищал ее интересы и отлично с этим справлялся. Следующий свидетель. Константин Марголес. 16 раз жертвовал ФБК. Он считает, что все деньги были потрачены без извлечения прибыли. Более того, он как жертвователь регулярно получал отчеты фонда обо всех потраченных деньгах. Пятый свидетель. Учитель истории Раушан Валиуллин. Работал волонтером на мэрской кампании Навального. Денег за свою работу он не получал, зато видел, куда они шли. На печать листовок и плакатов. На работу штаба в целом. Прокуратура постоянно обращалась к свидетелям и подчеркивала, что Навального судят не за то, что он собирал пожертвования, а за то, что он их похитил. Но на самом деле это риторический прием. Навального не судят за то, что он похитил что бы то ни было. Финансовая экспертиза, проведенная СК, показала, что он никогда не получал из денег ФБК ни копейки. Это напрямую подтвердил в суде и сам эксперт СК. Согласно обвинительному заключению, Навального судят за то, что он якобы потратил деньги, собранные на свою компанию и фонд, на нецелевые нужды. Конкретно, собирал на борьбу с коррупцией, а потратил на экстремизм. На свержение существующего строя. Это прямо указано в материалах дела. Но так как это обвинение покажется глупым любому здравомыслящему человеку, прокуратура старается лишний раз о нем не напоминать. И вместо этого намекает, будто Навальный лично что-то украл. На следующих заседаниях сторона защиты продолжит вызывать в суд своих свидетелей. Их гораздо больше, чем свидетели обвинения. И это будут не продажные блогеры, а реальные люди разных профессий и из разных регионов, которые жертвовали деньги Навальному и могут в суде подтвердить, что их никто не обманывал. Мы продолжим рассказывать об этом и дальше. Но без вашей помощи это теряет смысл. Эти видео нужно распространять. Сейчас, когда запрещают последние независимые СМИ, ценность достоверной информации велика как никогда. Да, и каждый из нас может внести свой вклад и рассказывать правду. Свободу Алексею Навальному. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...